Салат Почему во Франции его называют русским салатом и как готовить настоящий оливье, оригинальный рецепт Люсьена Оливье и удивительные факты о любимом блюде сегодня в программе Еда. В эфире программа Еда. Здравствуйте. Любимец миллионов. Салат Оливье всегда стоит на новогоднем столе. Несмотря на то, что придумал его повар-француз Люсьен Оливье, во всем мире этот салат называют русским. Рецепт своего блюда повар держал в строжайшей тайне. После его смерти он пропал. Но главные ингредиенты были уже известны народу, потому салат продолжали готовить, сочетая их как придется. Кстати, в сегодняшнем оливье от того настоящего рецепта практически ничего не осталось. Единственные ингредиенты, которые мы продолжаем класть в салат, как это делал повар Люсьен, это вареная картошка и майонез. Всех остальных компонентов в оригинальном салате 19 века не было. Впрочем, мы вышли на улицу, поговорили с людьми и выяснили, сегодня в каждой семье есть свой оливье. Некоторые кладут в этот традиционный салат даже экзотические ингредиенты. Наверное, они все одинаковы, это мое мнение. Плюс-минус какой-то ингредиент, но они все вкусные. Импровизировать в данном случае не стоит, потому что должен быть какой-то единый традиционный новогодний оливье, который мы привыкли все кушать за праздничным столом. У меня какой у всех, наверное, майонез, колбаса, яйца. Картошка, соленые огурцы. То, что с детства идет с нашего, то есть там зеленый горошек. Можно сделать его с курицей, можно с индюшечкой. Добавляю туда обязательно морковку, она придает такой особый вкус. Необычность может быть в добавлении какого-то чего-то особого для каждой хозяйки, это свое. Если каких-нибудь фруктов добавить. Не знаю, что-то необычное, может манго туда положить. Сухофруктов может быть в виде чернослива, либо кураги по кусочку. Это и красиво, и вкусно придает пикантность. Убрала бы, например, яйца, которые бы привыкли к традиционным куриным яйцам, может быть, заменила бы их яйцами перепелиными, вот, и добавила, например, что-нибудь из копчения, копченности. Большими кастрюлями, мисками, а некоторые даже тазами. Оливье к Новому году готовят в огромных количествах и потом еще несколько дней доедают. Но вот, казалось бы, такой питательный, калорийный салат. А чувство голода после очередной порции оливье возвращается очень скоро, минут через 30. В чем причина? Дело в том, что вареная морковь, картошка и вареная колбаса – это продукты с высоким гликемическим индексом. В них много крахмала, они повышают аппетит, но, кроме того, эти быстрые углеводы в составе салата еще и заправляются майонезом. Врачей называют такое сочетание худшим из всех возможных. Оно способствует ожирению, поэтому диетологи рекомендуют начинать праздновать Новый год не с оливье, а с белковой пищей, ну, например, с рыбой. Как же сделать диетический салат оливье? Чем заменить вредные компоненты и чем его ни в коем случае нельзя запивать? На все эти вопросы в нашей программе ответил опытный диетолог. Отварной картофель можно заменить на отварную цветную капусту, можно заменить на топинамбур, можно на цукини, на авокадо. Отварную морковь желательно вообще не использовать, а как раз использовать свежую морковь, потому что, опять-таки, очень высокий у нее гликемический индекс. Колбасу или ветчину желательно заменить на отварное мясо. Это может быть отварная куриная грудка, это может быть отварной кусок говядины или отварной говяжий язык, телячий язык. Допустим, соленые огурцы можно заменить на свежие огурцы, и салат будет более полезным. Желательно такой салат заправлять все-таки не майонезом, а, допустим, низкожирными йогуртами. А можно сделать заправку самому на основе оливкового масла, на основе яичных желтков, добавить горчицу, соль, специи. Получится очень полезная и вкусная заправка. Если говорить о чае и кофе, то и чай, и кофе содержат в большом количестве и танин, и кофеин, которые связываются с компонентами пищи и, наоборот, мешают полноценному процессу переваривания. Если говорить о воде, то, в принципе, водой можно запивать этот салат, но только 2-3 глотка, не больше. Люсьен Оливье, французский повар, придумал свой знаменитый салат, когда открыл в Москве ресторан «Эрмитаж» во второй половине 19 века. Это заведение сразу стало очень популярным среди элиты. Уже после смерти месье Оливье его фирменное блюдо пытались повторить сотни и тысячи поваров и хозяйкой. В конечном итоге упростили рецепт настолько, что в современном виде этот салат – полная противоположность тому, который принес мировую славу французу. Тогда, кстати, тоже Оливье заправляли майонезом, и он раньше назывался майонским соусом. В 1757 году англичане окружили французский город Маон, и для укрепления крепостных стен в качестве связующего материала использовали белки яиц. Желтки же в огромном количестве оставались невостребованными. И тогда герцог Ришелье, он тогда командовал французским гарнизоном, поручил своему повару изобрести какое-то новое блюдо на основе желтков. И, надо сказать, предприимчивый повар, используя горчичную заправку, известную технологию, добавив к ней желтки, получил новый удивительный продукт. Резкое исчезновение многих продуктов во время Первой мировой больно ударило и по составу салата Оливье. Об этом блюде тогда практически забыли. Все изменилось с приходом советской власти. Возродил рецепт в начале 30-х годов шеф-повар ресторана «Москва» Иван Иванов. Но назвал салат он уже по-другому – столичный. Правда, многие первоначальные ингредиенты тогда объявили буржуйскими, и их пришлось исключить из состава оливье и заменить на более доступные по цене и привычные для народа. Блюдо изменилось до нельзя. Во второй раз салат вернулся на столы советских граждан после Великой Отечественной войны и снова как деликатес. Не так просто в те годы было достать зеленый консервированный горошек и майонез. Дефицитные продукты хозяйки откладывали для торжественных случаев. С тех пор оливье и стали считать главным праздничным салатом в России. Почему-то все повара 19 века, которые пытались повторить рецепт оливье, терпели фиаско. Оценить настоящий салат можно было только в Эрмитаже. Поговаривали, что вкус знаменитого блюда получался за счет собственного и уникального рецепта майонеза месье Оливье. Француз хранил его в строжайшей тайне и готовил свой провансаль в специальной комнатке за закрытой дверью. Еще один важный ингредиент салата – мясо. Точнее, раньше в Оливье клали только мясо, ну а сегодня мы заменяем его на вареную колбасу. Есть ли в ней натуральное мясо? Как ее производят? И с чего вообще делают? Наша программа побывала в колбасном цеху. Незаменимый ингредиент утренних бутербродов и праздничных салатов – колбаса вареная. Сметают ее с прилавков магазинов не только в канун Нового года. Эта нежно-розовая однородная масса больше похожа на мягкое мороженое, но на самом деле это готовый фарш для докторской. Его делают из мяса только высшего сорта – с лопатки или спинно-поясничной части туши, в таком минимум жира и сухожилий. За одну смену в этом цеху обрабатывают до полутора тонн свинины и говядины. Сначала обвальщик отделяет мышечную ткань от костей, потом жиловщица зачищает мясо, удаляет все сухожилия и обрезает жир. Кстати, работать сотрудникам приходится в холоде. Температура в цеху круглый год не выше 12 градусов, чтобы избежать развития вредных микроорганизмов. Разделанное мясо пропускают через мясорубку, выдерживают в соли до 18 часов и отправляют в кутер – машину для тонкого измельчения. Так и получается колбасный фарш. И в этих 130 килограммах 55 кило отборной говядины, 40 кило нежирной свинины и 30 кило льда. Он нужен для того, чтобы готовые батоны колбасы были эластичными, легко резались и не ломались. А вот нежности продукту добавляет 2 кило сухого молока и 3 яичного порошка. Покупая в магазине продукцию, покупатель хочет иметь красивый цвет, для этого использует нитрит натрия. Если нитрит натрия не добавлять в колбасу, она будет серого цвета, потому что при термической обработке мясного белка разрушается гемоглобин. Нитрита натрия добавляет 7 грамм на 100 килограмм сырья, поэтому эта доза очень маленькая и вреда здоровью она не приносит. Как только фарш в кутере согревается до 12 градусов, его отправляют на формовку, превращают в колбасу. Та, что в пленке, хороша для салатов за счет нейтрального вкуса. А вот батоны в натуральной оболочке сегодня готовят с дымком, немного коптят. Для чего это делают? Как выбрать самую вкусную докторскую и варят ли вареную колбасу? Узнаете во второй части сюжета. В 2013 году в Белоруссии на кулинарном фестивале установили рекорд по скоростному приготовлению оливье. За 10 минут и 5 секунд при помощи блендера два человека приготовили 20 литров салата. Впрочем, в Белоруссии, в России и в других странах сегодня существует столько вариантов рецептов оливье, но раз и не верится, что речь идет об одном и том же салате. Болгарский перец вместо моркови, тунец, как замена колбасы или мяса, маслины вместо соленых огурцов и любимая американцами консервированная кукуруза. Оливье с такими ингредиентами подают в Соединенных Штатах. Испанцы почему-то считают, что россияне добавляют в оливье артишоки, спаржу и креветки. Без этих продуктов русский салат на родине вина и оливок вы не встретите. Заливной оливье готовят в Италии. Смешав традиционные компоненты, итальянцы заливают салат растворенным в бульоне желе. В Венгрии считается, что чем мельче кубики, тем вкуснее салат. Поэтому все овощи они максимально измельчают. Лук для оливье в этой стране обязательно маринуют. В Чехии оливье считают салатом французским, но заправляют его соусом из оливкового майонеза и тертого хрена. А картофель и морковь не отваривают, а готовят на пару. Немцы не представляют этого блюда без копченых колбасок и горчицы. Ну а вегетарианцы заменяют мясо или колбасу на грибы, а яйца на авокадо. И конечно же вместо классического майонеза добавляют постный. Готовим 31 декабря. Готовим сразу много и потом еще несколько дней доедаем новогоднее оливье. За это ругают диетологи, потому что по правилам хранить заправленный салат нужно в холодильнике не больше 18 часов. То есть 1 января доедать вчерашний уже не рекомендуют. Незаправленный майонезом оливье можно хранить чуть дольше, одни сутки. Иначе можно заработать несварение, а иногда даже отравление, говорят диетологи. И дают совет. Если хотите сохранить оливье как можно дольше, сделайте заготовку. Нарежьте картофель, яйца, морковь, а остальные ингредиенты, маринованные огурцы, горошка, колбасу, добавляйте перед подачей на стол. Оливье лучше держать в стеклянной посуде с крышкой и ни в коем случае нельзя класть салат в алюминиевую посуду. Металл вступает в реакцию с продуктами. К слову, самая первая публикация рецепта настоящего оливье была сделана в шестом номере журнала «Наша пища» за 31 марта 1894 года. Как выглядел этот салат и что осталось от него в современной интерпретации оливье? Оригинальное оливье по тому самому рецепту месье оливье сегодня попробует приготовить ведущий нашей постоянной рубрики «Рецепты от дилетанта». Он не умеет готовить, но в каждой программе пробует освоить новый непростой для себя рецепт. Интересно, что получится сегодня. Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй. Итак, сегодня мы готовим оливье по первому дореволюционному рецепту, сохранившемуся к нашему времени. Для приготовления салата оливье по рецепту 1894 года нам понадобится мясо рябчикос, картофель, огурец, оливки зеленые, капперсы, шейки раковые, майонез, салат и бульон ланспик, господа. Главный основной ингредиент оливье 1894 года – это рябчик. Мы не нашли рябчик. Мы купили цыпленка-гриль. Итак, берем половинку цыпленка-гриль и приступаем к отделению мяса от костей. Так, так, так. Остуженую тушку птицы разобрать, отделить мясо от костей, мясо нарезать поперек волокон ломтиками, держа нож под углом 45 градусов. Я уже назад не соберу это все мясо на кости. Ну, в общем, вот так вот я порезал. Ага, вот. Картофель, огурцы и птицу сложить в глубокую миску. Значит, вот это вот мясцо порезанное мы кладем в, так сказать, глубокую миску. Вот таким вот образом. Так, ну, теперь нужно порезать отварной картофель. Есть два вида, два вида нарезки. Это бланкетами и ломтиками. Бланкеты это или ломтики, я не знаю, но то, что картофель порезан, это факт. Огурец я буду резать по-студенчески на квадратики. Вернее, сказать, на треугольнички. Картофелью, огурчиком и рябчику добавляем оливки и, внимание, каперсы. Далее мы все это хозяйство щедро, пятью ложками майонеза провансаль, все это сдабриваем. Что любопытно, в рецепте ни слова о соли и перцах. Вот ну не словечко просто. Даже без рябчика это волшебно. Я прям чувствую прям 19 век. Казалось бы, все, оливье готов, но нет, это еще не все. Нам нужно украсить этот салат кусочками, внимание, ланспика. Вы знаете, что такое ланспик? Вот он, холодец без мяса. Ну, для русского человека это, мягко говоря, странная вещь, холодец без мяса. В общем, нам нужен стакан ланспика. Автор рецепта салата Оливье 1894 года решил, что финальный, так сказать, этап украшения салата должен быть осуществлен с помощью, извините, раковых шеек. Мы пролетарские раковые шейки заменим на креветки. Так, ну что ж, креветки готовы. И мы ими украшаем наш салат. Мы не сильно, на самом деле, отклонились от маршрута. Поэтому я уверен, что рецепт 1894 года в интерпретации 2015-го по вкусовым уж как минимум качествам уступать будет не сильно оригиналу. С Богом! М-м-м-м, волшебство! Ребята, это круто! Поэтому, если вы не умеете готовить, не отчаивайтесь. Пробуйте, экспериментируйте. И приятного вам аппетита! Чистая ложечка вам, Роман Юрьевич. О! Благодарствую! Ну что, буржуи были правы 120 лет назад? Ну, все-таки, чего-то оно не соленое, по-моему. Не хватает соли, да? Не, да. То есть, каперсы свою функцию недовыполнили? Да. Похоже здесь. Ну, а в целом, в целом, в целом, в целом вообще, прямо на глаза, прям буржуи нам становлюсь. Сейчас буквально на глазах. Вот. Забыл с наступающим, поздравить. Не, не надо в нашей программе не поздравить с наступающим, потому что она потом будет повторяться летом. Да. И будет странно это вытекать. Ну, тогда хорошо. Тогда вкусно. Вот и получается, вареная картошка и майонез – единственные ингредиенты, которые остались в нашем салате от настоящего оливье. Вот, рябчиков, например, в магазинах сегодня вообще не найти, в отличие от вареной колбасы. Возвращаемся к сюжету в цех. Нежно-розовый фарш из отборной свинины, говядины, молока, яиц и неострых специй уже прошел формовку и превратился в палки докторской колбасы. Батоны в пленке нагревают до 72 градусов и продукт готов. А вот докторской в натуральной оболочке предстоит более долгий процесс. Ее подсушивают и отправляют в коптильню. Там колбасные батоны сначала обжаривают, резко нагревают до высокой температуры, потом пыл в агрегате уменьшают, чтобы фарш внутри батона прогрелся до тех же 70 градусов и обдают дымком. Это уже, будем говорить, ноу-хау современных производителей, потому что так требует рынок. Продукт выглядит более аппетитно, красиво, имея золотистую корочку. Поэтому, в общем-то, и продукты коптят. Ну и, естественно, в натуральной оболочке, когда происходит процесс копчения, естественно, и появляется своеобразный привкус. Ну, что нравится нашему покупателю. Из коптильни разгоряченные румяные палки колбасы отправляют под душ, так их остужают. И продукт готов. Но как же выбрать на прилавках лучшую вареную колбасу? На что обращать внимание? Мы спросили у технолога. Колбаса идеальная, вареная, должна быть чистая, без каких-либо наплывов фарша, разрывов. Заветренная она не должна быть, если она в натуральной оболочке. Даже если и в полиамидной оболочке, срез должен быть бледно-розовый. Яр, сильно яркий цвет говорит о том, что в колбасе присутствуют красители. В пленке или натуральной оболочке, приготовленная по ГОСТу докторская колбаса сегодня, это не только привет из советского прошлого, но и узнаваемый во всем мире российский бренд. А перед большими праздниками еще и хит-продаж. В такие дни объемы производства, говорят на заводе, приходится увеличивать в разы. По предварительным данным Росстата, стоимость вареной колбасы за последний год выросла на 11%. Примерно так же подорожала морковь. Кстати, реальную картину роста цен на продукты в нашей стране отражает индекс оливье. Его впервые рассчитали в 2009 году. Итак, насколько подорожал оливье, то есть его компоненты сегодня, и сколько мы вообще тратим на еду? На эти вопросы нам ответил экономист. Россияне стали больше тратить на еду. В некоторых регионах доходит до 55% бюджета семьи. Индекс оливье у нас в этом году ушел вверх на порядка 19,22%. Индекс оливье немножко не дотягивает до роста цен в среднем по Краснодарскому краю в 21,2%. Единственный, кто нас порадовал в индексе оливье, это картофель. Картофель у нас снизился на 3,91%. Средняя цена 3,91 рубля. Все остальные продукты выросли. Выросла вареная колбаса около 30 рублей, выросли яйца около 10 рублей, и вырос зеленый горошек около 16 рублей. Майонез в этом году нас не порадовал. Рост составил порядка 45 рублей. То есть, в принципе, это самый рекордсмен индекса оливье по росту. Мы примерно посчитали, сколько будет стоить килограммы оливье домашнего приготовления в разных городах. Это 4 порции по 250 граммов. Вот что получилось. Самые дорогие ингредиенты в Мурманске. Здесь за продукты на килограмм салата придется раскошелиться на 201 рубль. В Екатеринбурге 4 порции оливье выйдут чуть дешевле. В среднем 192 рубля, в Санкт-Петербурге 170. И ценовой минимум на продукт, который входит в состав оливье, зафиксирован в Краснодаре. Здесь килограмм домашнего салата обойдется в 141 рубль в среднем. Определить характер кулинара по рецепту оливье предлагают некоторые психологи. Говяжье мясо – выбор упрямцев. Маринованные огурцы любят натуры предприимчивые. А вот соленые предпочитают патриоты. Волевые личности обязательно добавят репчатый лук. А люди впечатлительные – этот овощ в оливье вряд ли положат. Майонезной столицей мира считается российский Екатеринбург. Пять лет назад он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое потребление этого соуса на душу населения в мире. Первый советский промышленный майонез так понравился Сталину, что он даже включил его в список продуктов, которые выдавали по карточкам. А домохозяйки СССР нашли множество применений легендарным стеклянным баночкам из-под майонеза. От вазочек под ландыши до стаканчиков в автоматах с газировкой. Семь минут – именно столько нужно варить яйца для оливье. Тогда они получаются плотными, но нежными. На сегодня это все, что мы хотели рассказать вам об оливье. Полезного, а главное – приятного вам аппетита! Субтитры подогнал «Симон»!